Платья и блузы, юбки и пальто, воротнички и бусы. От этой красоты у любой женщины растает сердце. И мода уже не важна, ведь каждая из этих нарядов о женственности, красоте и любви. Использование натуральных материалов и методов традиционного ремесла, хотя и отсылает нас на несколько веков назад в историю, но в современном мире вполне претендует на роль повседневного гардероба. На этой площадке мы показываем народный костюм, трансфортированный уже в современном условии, но украшенный традиционной вышивкой, кружевом. Здесь представлены и наши промыслы, это Михайловское кружево, Кадовский венис. Музей должен и сохраняет наследие нашей страны, и это главная задача музея. Но вот этот фестиваль, он призван показать, как эти традиции нужно и можно развивать. Тема фестиваля – этномозаика. Взгляд современных дизайнеров и художников декоративно-прикладного искусства на богатейшие традиции народного костюма и тканей. Идея проведения этого фестиваля на нашей древней Лизанской земле возникла не случайно. Ее подсказал народный крестьянский костюм. В его многообразии форм и богатства художественного убранства. Тема оказалась благодатной. Принять участие в фестивале решили свыше ста участников из различных российских городов. Это преподаватели и студенты ведущих учебных заведений страны, специализирующихся на подготовке дизайнеров и художников декоративно-прикладного искусства. Две большие выставки, представляющие конкурсные работы, размещены в основном здании Рязанского художественного музея на улице Свободы и в выставочном зале на улице Есенина. В состав первой вошли образцы одежды, выполненные в технике ткачества и ручной набойки с применением традиционной отделки вышивкой и кружевом. В экспозиции второй выставки изделия дизайнеров – фантазии на тему народного искусства в современном костюме и тканях, в том числе интерьерном текстиле. Здесь же представлены разнообразные варианты реконструкции традиционной народной одежды разных губерний России. Важная и злободневная актуальная тема – сохранение нашего культурного наследия. Рязанский регион, как никто из других регионов, и это подтвердили, чая наши гости из четырех федеральных округов России, обладает этим культурным наследием, этнографическим багазом. В каждом селе, в каждом маленьком городе нашей большой области, нашей древней Лизанской земли, есть свой интересный самобытный костюм. Выставки дополнены аксессуарами в технике горячей эмали и произведениями живописи на тему народного костюма, созданными преподавателями и студентами Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени Штиглица, выступившей одним из соорганизаторов фестиваля. Экспозиции можно увидеть до 7 сентября.